Так, всех приветствую на вступительной лекции, на которой мы ознакомимся с темами курса и, в принципе, что будет на курсе Time Balance. Вот из присутствующих все планируют принять участие, да? Если те, кто планирует, укажите, пожалуйста, какой инструмент вы хотите изучать, какой торгуете, и, чтобы мы, примеры сегодня мы разобрали как раз по этим инструментам. По большей части сегодня мы рассмотрим дельта массивы и для чего они нужны. Значит, курс начнется на следующей неделе в понедельник. Можно, в принципе, вторник будет в свободное время, если вам по времени подходит вторник. Значит, будем изучать дельта-флоу бидаск, как применять стакан. Также будем изучать модели снятия стоп-приказов, разворот экстремума и импульса, как они формируются и структура их на базе информации бидаск, объема дельта-массивов и, в принципе, в общем, как применять объемную структуру импульса, того же флета, и как происходит выход из локации, как это анализировать с помощью дельты. Доманалайзер, то есть чтение стакана, достаточно сильно улучшает качество входа в позицию, так как вы видите реальный поток ордеров, преимущество байеров или божеселеров на данный момент в процессе, ну вот в моменте. То есть это все в совокупности дает неплохую результативность также применения объемного индикатора VWP, тактические действия, как его лучше применять и как с ним работать, настраивать также. Просчитывать вероятность сценарии, так как вы будете создавать такую сетку уровней из дельта-массивов. Это в принципе полезно будет курс и для тех, кто только начинает достаточно объемный анализ, вы разберетесь со всеми этими нюансами структуры рынка с точки зрения со стороны электронной торговли и как это все идентифицируется и классифицируется. Если те, кто торгует интродей, для вас будет очень много информации о том, как и где лучше открывать позиции, момент открытия позиции непосредственно на чтении стакана. То есть давайте покажем, что у нас есть. Вот, например, стакан, который сейчас торгуется на 4C евро, пара евро-доллар. Укажите инструменты, которые вы торгуете сейчас, на каких рынках вы торгуете. И если вам не сложно, укажите также опыт работы на рынке фьючерсов и сколько знаете платформы Велфикс. Я пока наберу водички. Продолжение следует... Остальные... Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, Геннадий. Как успехи? Пара евро-доллар и РТС. Так, вот, собственно, стакан. Это его одна из интерпретаций. Если попроще, то... Вот, собственно, стакан второго уровня. Есть у нас потоки и по РТС, и по СНП. Ну, поздравляю, мне это очень приятно, радует, что получается, и контракт закрыли в плюс. Это хорошо. А что вас привело на вступительную лекцию по Delta Imbalance? Я был уверен, что не пройдет даром. Это хорошо, что учились не зря, и есть результаты. Вы не представляете, как это радует, что не все... Не даром прошли занятия. Ну, да ладно. Это... Главное трудиться, трудиться и развиваться, потому что рынок не стоит на месте. А в этом плане, да, и точно, учиться никогда не нужно останавливаться. Сам читаю книги, ну, тоже не стою на месте. Единственное, все никак руки не доходят взяться за опционы, за их объемы, вот, и комбинировать это еще с объемным анализом. Ну, думаю, доберусь все-таки. Итак, по поводу стакана. Это второго уровня, Level 2. Данные, которые идут в биржи, заявки. Здесь мы видим заявки, отложенные выше рыночной цены, здесь ниже. Зачастую их ассоциируют с лучшими продажами, лучшими покупками. Не всегда здесь продажи, не всегда здесь покупки. Если возникнет вопрос, я могу объяснить, если нужно это объяснить. На простом примере, к примеру, вы продали здесь, да, по 1.16.10. И любая продажа закрывается, а то либо убыточная ситуация, либо плюсовая обратным ордером, обратной операцией, покупкой. Вы, к примеру, поставили здесь, если пробьют какую-то точку, например, 1.16, вы поставили здесь на фиксацию, там, часть своего объема, да, на выход из рынка. Естественно, это обратный ордер. То есть, в стакане, когда он подойдет к этому уровню, эта заявка будет болтаться как раз выше рыночной цены, и ни в коем случае это не будет продажа. То есть, это не ликвидность на продажу, не всегда вернее. И это не всегда ликвидность на покупку. Воспринимайте это как ликвидность над ценой рыночной и под ценой. То есть, вот насколько у нас есть ликвидности под текущей ценой и над. Это тоже имеет большое значение, и там есть свои тактические действия. Следующее. Дельта имбаланс – это дисбаланс. То есть, сам по себе объем, который проходит через биржу, да, и эти данные идут на наши сервера, он, ну, грубо говоря, безликий. То есть, есть байер и селлер, которые заключили сделку, к примеру, на 10 тысяч контрактов. То есть, факт совершения сделки – 10 тысяч контрактов. И куда пойдет маркет? На покупку после этой сделки, либо же на продажу. То есть, байер купил у селлера, селлер продал байеру 10 тысяч контрактов. В общем, так, к примеру. Естественно, имея только эти данные, практически невозможно сказать, куда пойдет маркет. Если же таких байеров с запросом 10 тысяч контрактов на покупку больше, чем селлеров, которые могут ответить встречным ордером, то у нас есть спрос. И наоборот. Если в дальнейшем, там, следующие несколько часов у селлеров ликвидности на размещение продаж больше, и они в течение часа просто задавят рынок заявками на продажу, а байеры не смогут отвечать им встречным ордером, то у нас налицо активное предложение, и это превышает спрос. Тем образом, и толкнет цену ниже. И есть еще один вариант. В этом случае мы должны знать, якобы, сколько заявок в будущем разместят селлеры и байеры. Такой информации, к сожалению, не располагает биржа, нам не дает. И это, можно сказать, даже некий инсайт. А вот если иметь данные, кто в покупке и продаже одновременно, так как операция – это двусторонняя, кто был инициатором, байер или же селлер этой сделки, можно, в принципе, проецировать сценарии возможных покупок, либо же продаж. Что такое инициатор? В двух словах, даже не в двух словах, а небольшим примером. Если вам очень сильно нужна какая-то вещь, вы обращаетесь в магазин, либо же супермаркет, либо же комнату коллекционеру, продавцу, и идете к нему в магазин, веб-байер в таком случае, и требуете товар купить. Вы хотите купить этот товар, ну, к примеру, какой-нибудь там ноутбук. То есть селлер в таком случае, супермаркет, выступает продавцом со сложенным ордером. Он выставил цену на свой ноутбук, к примеру, там тысячу долларов. И, ну, не меняет ее, то есть он не торгуется, есть тысяча долларов, вот хотите покупайте, хотите нет. Мы не настаиваем. Так как вы покупаете по завышенной цене, так как через пару месяцев этот ноутбук уже будет гораздо дешевле. Вот, то есть вы фактически идете по рыночной цене. То есть по рыночной цене этого ноутбука тысяча долларов. Отложенный ордер селлера супермаркета висит на тысячу баксов, вы покупаете. Таким образом вы инициатор сделки, вы пришли в супермаркет, вы согласились на невыгодную цену, так как вам очень сильно нужно. Таким образом вы являетесь инициатором этой сделки. И наоборот, вы находитесь, к примеру, дома, вам позвонили в двери и просто вот упрашивают купить их в ноутбук и предлагают супер большие скидки. То есть даже ниже рыночной цены намного. И вы соглашаетесь, потому что, ну, очень выгодная цена и хорошее предложение. То есть в таком случае селлер является инициатором. То есть он настаивал на сделке, он пошел на уступки по цене, ниже рыночной, невыгодной для себя, но выгодной для вас. В втором случае селлер является инициатором. То есть в первом случае у нас спрос, так как покупатели едут в супермаркет, покупают, соглашаются на невыгодную цену. В втором случае на рынке очень большое количество приложения данного товара и приходится продавцам ходить по адресам покупателей и, в общем, предлагать свой товар по цене намного ниже, чем могло быть на рынке. То есть в данном случае у нас возможность продаж высокая, то есть большое количество приложений. Как это все происходит на рынке, в стакане, в кластерах? То есть очень широкий спектр возможностей анализа данных объема с точки зрения BDASC, инициаторов, агрессоров, покупателей, либо же селлера. Анализ стакан – это все в модуле ClusterChart. Есть также в BoxChart некоторые возможности по Delta. Они как бы дублируются для удобства. Но вот широкий спектр, то есть фильтрация, например, BID объема, ASC объема, либо же Delta – это все у нас в кластер-чарте в удобном, компактном меню настроек фильтрации. Также есть возможность настраивать кластер графики. К примеру, возьмем RTS. Уже вечерка, конечно, но ничего страшного. Более спокойнее будет котировочка. Я здесь price scale немного сделаю сжатой, так как волатильность высокая сегодня, и стакан просто не помещается на один монитор. И вот мы видим минутные паттерны. Я установил время каждого паттерна – минута. И режим отображения данных в самом кластере – BDASC. Видите, вот type режим. Это означает, что объем, который, например, тот же мы брали для примера 10 тысяч контрактов, он разбит на две группы. Это объем, который прошел по BID, и объем, который прошел по ASK. То есть две колонки. Мы видим здесь 87 – это по BID, и 350 – по ASK. То есть мы видим. Зеленым подсвечивается, потому что ASK объемы, они отображают инициаторов на покупку. То есть объемы, которые пошли по ASK – это по рынку buy-маркеты, и это сигнализирует о возможных покупках. Но так как одна цена, один момент, одна сделка не играет погоды во всем тренде, таких ASK объемов должно быть много, чтобы более надежно установить преимущества buy-маркетов, либо же селлеров. Сейчас придется чуть ниже сделать фильтрацию, потому что вечерняя сессия ликвидности упала. Проверим на сколько. И, имея эти данные, отфильтровать хорошие моменты от моментов, которые не стоит использовать в качестве точки входа, либо же использовать данные для сопровождения позиции, дельта очень помогает. Но дельта не является решением всех проблем. BDASK объемы не являются безошибочным граалем, который абсолютно не допускает никакой убыточной сделки. Эти данные, они проходят ежесекундно. То есть, и если применять просто информацию, что вот ASK объема по ASK больше, чем объема по BID, это покупки, то можно наделать глупости. Все нужно использовать в комплексе, проецировать сценарии, где должна быть защита, какой уровень будут поддерживать, какой уровень будут скидывать. То есть, это все нужно применять в комплексе. Потому что есть один небольшой, не то чтобы минус, это, как я называю, хелесовая пита. То есть, слабая сторона дельты в том, что она не указывает объем, вернее, объем, который прошел в данный момент. Вот здесь мы видим 240 контрактов по ASK и 64 контракта по BID. Это выход из позиции, либо же это вход, открытие сделок. Почему это важно? К примеру, вчера вы купили, и это было по какой-то цене. Возьмем евро. Евро. Неважно, какая-то цена. Вчера на американской сессии вы взяли покупку, либо же на европейской, вот, к примеру, здесь. И в течение сессии сопровождали позицию и решили вот здесь выйти. Вот здесь, по 1.16-1.19. Мы видим как раз здесь продажи. 442 контракта против 236 по ASK. То есть вы продержали покупку. Естественно, любая покупка закрывается плюсовая, либо же убыточная обратной операцией, то есть продажей. И вы здесь выходите, например, крупным объемом из своей покупки. Нажимаете sell market, вам все равно уже там плюс-минус несколько тиков. Потерять из-за выхода по маркету не имеет, например, разницы большого значения. Вы нажимаете sell market. Выходите. То есть это равносильно trade out либо же cancel all and trade out. И мы это видим в стакане с вами либо же вот уже в кластере и воспринимаем это как активную активную продажу, к примеру. Но рынок буквально откорректировался, из-за этого крупного объема. И так как на самом деле тренд и большинство работает на покупку крупных участников, такие объемы могут вызвать временные, краткосрочные коррекции. То есть откорректировался, так как давление все равно произошло. И дальше набирают байеры, уже чуть-чуть подешевевшие фьючерс на евро на покупку. То есть мы вроде как бы продали в соответствии с данными, которые вы видели, но рынок дальше идет, идет, идет на бай и нас закрывает по безубытку. Либо же там по стоп-лоссу. То есть вот этот момент не сильно страшная вещь, так как можно, например, на индексе РТС установить крупное, либо же массовое закрытие позиций, либо открытие с помощью открытого интереса. Эту технологию мы тоже развиваем и используем. И данные показатели открытого интереса, например, на российском рынке, это очень большое преимущество тех, кто торгует, например, на РТС, либо же на рубле, либо же на паре евро-доллар, но и те, которые торгуются на фьючерсе евро-доллар. Вот, там тоже есть открытый интерес онлайн, причем трансляция интродэй. Например, на фьючерсе, который на CME торгуется, нет интродэй, трансляция показателя открытого интереса. Приходится пользоваться тем, который уже суточный. И это, в принципе, тоже неплохо, но хотелось бы и интродэй данные. Вот стакан в чистом виде, то есть здесь сведение идет. Заявки выше рынка, ниже рынка. То есть это отложено, это не совершенная еще позиция, это заинтересованность рынка. Тоже можно анализировать, выделять определенных крупных маркетмейкеров. Мы видим вот в два раза больше, чем обычно ликвидность. Бывает в три. Также можно определить, на кой, в какой части выше рынка, либо же ниже рынка. Преимущественно больше ликвидности. Здесь видно, что ниже рынка ликвидности пока больше. И в совокупности с данными за тотал минуту, за 5 минут, за 15 минут. Также по боковой гистограмме можно идентифицировать благоприятные точки на открытие позиций. Те, кто, например, работает интродэй. Также есть подход и в точках экстремума, и тактика вход после снятия стопов очень часто применяется трейдерами, которые используют объемный анализ. Это возможно. То есть с дельтой да. Это реально единственное. Нужно поработать и набить руку до автоматики работать с дельтой. Сразу скажу, те, кто, например, просто в поисках легкого и простого граиля, его нет, и дельта не является таким граилем. То есть если, опять же, вырезать из контекста дельту и применять ее вот так, как она есть, то результаты не всегда могут быть хорошими. Потому что есть такие сессии, когда, например, манипулятивно катают котировку туда-обратно по 10-15 раз, меняя направление рынка, то даже учесть вот этот вот маневр, который идет уже с 9 часов, то постоянное изменение направления просто вас ведет с ума, и вы начнете разочаровываться в себе и в стратегии. Поэтому есть приемы, есть определенные правила, как работать на рынке и какие учитывать уровни. Значит, по дельта массивам. Дельта массив – это определение, вернее, идентификация массива, который активно проработан байерами, либо же селлерами. То есть массив – это плотная во времени и в ценовом диапазоне котировка с достаточно высокой ликвидностью и четко отображающая преимущественная активность селлеров, либо же байеров. То есть здесь мы можем на фитерсе евро, например, начиная от этого массива, вот видите, плотно во времени и плотно в ценовом коридоре. Затем до загрузка на покупку, здесь гиперликвидность и вот здесь плотно во времени и в целом диапазоне также вот тут. Это четыре массива, которые нам нужно сейчас быстро разобрать, так как время у нас ограниченное. Итак, переходим на 5-минутный интервал. Выше нет смысла анализировать на фитерсе евро, да и вообще в принципе интродэй. Чуть-чуть полегче параметры включил и начнем с вот этой части. Здесь мы увидим, что с 6.25 до 7.20 байеры, 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 аномальные. Затем селлеры, байер, байер, пару селлеров, снова байер, байер, байер. То есть если посчитать, то здесь 7 из 10,7 к 3 больше активность по паттернам за байерами. Устанавливаем преимущества, тут байеры и вот диапазон, где они отличились. То есть здесь практически все ценовые уровни дельта за байерами. Устанавливаем это как поддержку, то есть там активность была высокая за байерами. Затем до загрузка мы видим здесь даже точечно по ценам в основном работали покупатели. Очень высокая ликвидность. Это, наверное, преимущественный, ну, приоритетный номер один массив. Мы выделяем вот этот весь активный диапазон, начиная с 15,48 и заканчивая 15,67. Вот этот диапазончик у нас будет в качестве поддержки, так как здесь байеры работали на продолжение расширения котировки на покупку. Даже выделим салатовым цветом, таким ярким, что выделялся. Как видите, этот уровень до сих пор защищает. Вот раз и два. Пробитие этого коридора уже будет говорить о том, что закончилась их активность и стоит выходить из покупки. Далее здесь еще была такая плотная активность, но ее уже затащили в этот флэт. И еще один был период лод. Это у нас за байерами. Селеры же отличились вот в этом коридоре, начиная от этого диапазона. Видно и по левой гистограмме, и по вертикальной гистограмме, также точечно. Этот диапазон пока в качестве сопротивления выделим. де-факто, кто защитит сильнее свой уровень, тот, в принципе, до конца торговой сессии будет контролировать цену на 24 число. Сейчас пытаются атаковать снова поддержку. Вот здесь крайне важно мониторить, насколько сильно будут защищать диапазон. Так как два раза уже тестировали этот уровень, и вот идет третий раз. Но на видите слабой дельте. Дельта идет такая слабенькая по сравнению с тем, что может быть под 500 контрактов за 5 минут. Значит, кто планирует со следующего понедельника записываться и участвовать в курсе по Дельта Имбаланс. Ставьте плюсик и в Skype, либо же на почту educationvolphics подтвердите свое участие, вам сбросят реквизиты и что, как, куда дальше двигаться, что делать, как попасть в чат, как попасть в Skype-группу и что потребуется для более комфортного прохождения обучения. Если есть вопросы, задавайте. Есть еще пару минут. Есть вопросы, пишите. Еще пару минут есть, можно будет их рассмотреть. Пока я выключу микрофон, буквально на пару минут, подумайте, переварите информацию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ванн с удовольствием помогут и ответят на возникшие вопросы, которые возникли. Вам хорошего вечера. Запись будет попозже. Если она нужна, вам скинут ее по почте. Сможете еще раз посмотреть ее в записи. Спасибо, что пришли. Встретимся на Wall Street Online в пятницу. До свидания. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...